Играл соло и очень любил квартет. Он организовал квартет, с которым объездил, ну, наверное, полстраны, наверное. Вот, и поэтому звуки квартета, квартет репетировали вот в той комнате, в другой. И я всегда приходил на эти репетиции квартет. Играл соло и очень любил квартет. Он организовал квартет, с которым объездил, ну, наверное, полстраны, наверное. Вот, и поэтому звуки квартета, квартет репетировали вот в той комнате, в другой. И я всегда приходил на эти репетиции квартета и слушал, затаив дыхание. И вот звук квартета, вот этот вечно звучащий со сна, сквозь сон, где-то ночью, вечером, при пробуждении, он меня сопровождает всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот я маленький, отец приставил мне свою скрипочку, она как виолончель, просто можно понять мой тогдашний размер. Я вот как-то выбрал виолончель сразу и неуклонно. Много лет спустя мы как раз вот со Славой Ростроповичем говорили о том, что все-таки, конечно, лучший инструмент это голос. С голосом ничего не сравнится. Но если выбирать инструменты, которые хоть как-то могут конкурировать с живым человеческим голосом, то, конечно, тут нет сомнений, что виолончель обладает емкостью и объемом всех человеческих голосов и даже сверх того. Девушки отдыхают Музыка 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 Я был первым после Шостаковича исполнителем первого виолончельного концерта Шостаковича, когда еще не было ни партитуры, ничего. Я выучил это по магнитофонной записи, на слух. А мой педагог виолончельный, Манулин Григорьевич Фишман, он воспитал целую плеяду замечательных музыкантов. Но вот я у него тоже не посчастливил учиться. И он меня отдал Славе. И Слава меня взял. И хотели они сделать из меня большую, большую виолончельную звезду. Но они не знали, что тогда уже я ничего такого не хотел и не мог. Это уже было по инерции. А причина была очень показательная. Он говорит, шеф, а ты играл концерт Дворжика? Я говорю, нет. Вот. Значит так, я сегодня уезжаю. Значит так, четверг, пятница, суббота, воскресенье я приезжаю. Вот, пожалуйста, воскресенье. Вот, ты мне его выучи к воскресенью. И вот за три дня по двадцать часов в день я играл, я выучил. Ну, переиграл руку до такой степени, что потом вообще ходить не мог. У меня просто висело плетью рука. А вот сквозь кровавая слеза. Ну, вот так вот был повод. Я ушел. Но к тому моменту я уже, я уже был не велончелистом. Я уже тогда был совсем, я уже был в совсем другой ситуации. Поперек всех предсказуемых сюжетов. Уже писал. Но никто этого не признал, абсолютно. Я помню, в Московской консерватории было такое замечание, очень хорошее, совсем плохое. Но в вашем случае просто нечего оценивать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok